День Святой Блаженной Ксении Петербургской для православных христиан с северной столицы – особенный праздник. Молитвы к Блаженной возносились в разных храмах города, но многие петербургцы, чтобы почтить память своей любимой подвижницы, отправились к месту ее погребения на Смоленское кладбище. Именно здесь, на Смоленском кладбище, место упокоения Блаженной, над которым стоит часовня. А рядом – храм Смоленской иконы Божьей Матери. В его возведении, по преданию, участвовала сама святая Ксения, поднимавшая кирпич на строительные леса. В памятный день в церкви было совершено праздничное богослужение. Литургию возглавили архиепископ берлинский германский Феофан и викарий Санкт-Петербургской епархии епископ Владейнопольский Мстислав. Недалеко от церкви с раннего утра сотни людей стоят в длинной очереди к часовне, несут цветы, ставят свечи. Кто-то приехал сюда впервые, услышав рассказы о заступничестве Блаженной, о чудесах, совершавшихся после молитв к ней. А кто-то уже не в первый раз приходит с молитвенной просьбой и благодарностью. Первый раз я сюда попала в 90-е годы. Батюшка такой служил на Серафимовском кладбище, протеи Василия Ермаков. У нас были проблемы, проблемы были большие. В общем, мы поехали к батюшке. Батюшка нам что посоветовал? Вот посоветовал все детенюшки Блаженной. И вот с тех пор я всегда приезжаю. Как бы вот по ее молитвам проблемы разрешаются. Иногда, едва приехав в Санкт-Петербург, люди начинают знакомство с городом с часовни на Смоленском кладбище. А потом уже святая Ксения ведет их по жизни и оберегает своим заступничеством в новом для них большом и не всегда дружелюбном городе. У переехавшей в северную столицу с другого конца России семьи Анны Николаевны Ильченко именно такая история. Полгода назад я приехала из города Владивостока. Когда мы сюда переезжали с семьей, наш батюшка храма Пресвятой Богородицы благословил нас начинать все дела по приезду в город с посещения Ксении Блаженной. Ну и, соответственно, мы в пятницу прилетели, в воскресенье мы были уже у Ксенюшки. И вот по благословению, по нашей просьбе мы уже в воскресенье нашли квартиру. Потом, соответственно, пришли, поблагодарили ее. Потом вся наша жизнь началась в этом городе, связанная с благословением и с Ксенюшкой. И все, что дальше с нами происходило, поиски работы, поиски учебного заведения для ребенка, мы все начинали с Ксении. Придем, попросим, она нас благословит и у нас все с Божьей помощью, все получалось. К Блаженной принято обращаться с просьбами о помощи в решении самых различных житейских проблем. Многие из тех, кто посредством чудесного заступничества святой Ксении смог создать семью или благополучно избавиться от тяжелого недуга, не готовы делиться такими сокровенными вещами с журналистами. Свидетельство об этих и иных чудесах – огромная очередь из людей, стремящихся поклониться святым мощам. И разве не чудо – это многочасовое стояние в зимний морозный день? Продолжение следует...